А я напоминаю, что у меня есть соцсети, все ссылки указаны в описании. Подписывайтесь, пишите мне. Я приветствую вас, любителей теоретической механики и сопротивления материалов на моем канале. Ко мне обратилась студентка и попросил ее подготовить к экзаменам. На экзаменах у них попадаются вот такие задачи. Давайте прочитаем условия. На плоскую механическую систему, состоящую из двух тел, действуют активные нагрузки P1, P2, Q и M. Определить горизонтальную составляющую реакции внешней связи в точке A. Собственно, давайте начнем решать. Прежде всего, нам надо применить аксиому освобождаемости от связей. Любое несвободное тело может быть рассмотрено как свободное, если отбросить связи, заменив их действие на тело силами реакции связей. Здесь у нас есть две связи, A и B. Они называются цилиндрические неподвижные шарниры. Если мы их отбросим, то мы должны заменить двумя реакциями каждую. Значит, опора A отбрасываем, показываем две реакции, вертикальную и горизонтальную. Потому что этот цилиндрический шарнир не дает примещаться нашей системе по вертикали и по горизонтали. Соответственно, будут две силы. Точно так же с шарниром B, YB и XB. Считаем число неизвестных реакций. 4. Y, X, YB, XB. Давайте мы еще раз внимательно теперь прочитаем условия задачи и увидим, что нужно определить всего лишь горизонтальную составляющую реакции внешней связи в точке A. То есть, преподаватель облегчил задачу студентам и нужно найти не все 4 реакции, всего лишь одну X. Что мы делаем? Мы видим, что здесь есть шарнир. Две части, АС и ЦБ, соединяются в шарнире С. Тут какой-то цилиндрический шарнир. Он будет давать поворачиваться части АС относительно части ЦБ. То есть, момента создавать не будет, момента сопротивления. Но этот шарнир не будет примещаться, не будет давать примещаться части АС и ЦБ по горизонтали и по вертикали. Поэтому, если мы применим аксиому равенствия действия и противодействия и разделим эту систему на две части по шарниру, то мы должны будем получить вот такую систему. Я уже предварительно разделил в графическом редакторе. Вот, давайте рассмотрим часть АС. Покажем все действующие силы. Y, X. В шарнире С мы можем направить реакцию, например, YC, XC вот так. Тогда в шарнире С для части ЦБ применим наоборот. Приложим наоборот. Почему? Да для того, чтобы потом, если мы соединим эти две части воедино, то есть, вот как на верхнем рисунке, реакции шарнира должны взаимокомпенсировать друг друга. Ну и покажем также YB и XB. Ну и теперь, если бы нам нужно было бы найти все четыре реакции, то мы бы составляли по три уравнения равновесия для части АС 3 и для части ЦБ тоже 3. Итого, шесть уравнений равновесия. Но здесь нам нужно найти всего лишь горизонтальную составляющую X. Что мы можем сделать? Если внимательно посмотреть, мы можем составить уравнение равновесия для части АС относительно шарнира С. Давайте составим уравнение момента всех сил относительно шарнира С вот для этой части. Что у нас будет? Правила знаков нарисую против входа часовой стрелки плюс. Значит, будет XA. Плечо будет 3,5. Знак плюс. Силу P1, момента действия силы P1 мы учтем по теореме Вариньона. Если данная система сил имеет равнодействующую, то момент равнодействующий относительно любой точки или оси равен сумме моментов сил составляющих равнодействующих относительно той же точки или оси. Мы сейчас не будем останавливаться на этой теореме Вариньона. Если вы ее не знаете, пожалуйста, поищите в книге, либо в интернете. Теорема Вариньона. Здесь момент будет составлять только горизонтальная составляющая силы. Давайте вот эту силу P1 я учту как равнодействующую от действия двух сил. Горизонтальная. Чему будет равняться P1 sin β. И вертикальная. Так вот, сила P1 cos β создавать момент относительно точки С не будет, потому что линия действия этой силы будет проходить через точку С. А вот сила P1 sin β будет создавать с каким знаком? Со знаком плюс P1 sin β, плечо 1,75 равняется 0. Отсюда мы видим, что мы можем уже найти x. x равняется минус 1,75 P1 sin β делить на 3,5. Вот такая кратенькая задачка кому-то попадется на экзамене. Давайте перейдем к следующей задаче. Условие такое же. Обращаю внимание, нужно найти горизонтальную составляющую реакции связи XA. Применим аксиом освобождаемости от связей. Опора А называется как? Ну-ка ответьте сами себе. Конечно, вы, несомненно, правы. Это жесткая заделка. Сколько реакций возникает в жесткой заделке? И в опять правы 3. Y, X, X и момент сопротивления. Опора B называется цилиндрический подвижный шарнир. Реакция шарнира направляется в перепинникуляр на плоскости, по которой перемещается шарнир. Топса, то есть вправо. Опять у нас 4 неизвестных реакции, но мы видим, что есть шарнир. Значит, мы можем применить аксиому равенства действия и противодействия и разделить нашу систему на 2 части по шарниру. Вот, мы разделили 2 части по шарниру. Давайте покажем реакции. И не забудем, что нам нужно всего лишь найти горизонтальную составляющую реакцию, то есть X. Давайте мы рассмотрим равновесие части АС. Для части АС мы можем записать сумму проекции всех сил на ось Х и приравнять к нулю. Что у нас будет? XA плюс P1 косинус альфа и плюс XC равняется нулю. Откуда мы найдем XC? Давайте мы посмотрим на правую часть. И посмотрите, если мы составим уравнение моментов относительно точки B для правой части, что мы получим? Ну, прежде всего, начнем с того, что нам нужно распределенную нагрузку заменить действие сострадочной силы. Вот так вот, в центре тяжести, приложим силу Q. Чему Q будет равняться? Q будет равняться интенсивность нагрузки на линию действия. И давайте составим уравнение моментов. Значит, относительно опоры B. Что у нас будет? Q на плечо 1,5 с каким знаком? Со знаком плюс. Плюс XC на плечо 3. Ну, отсюда XC равняется чему? 1,5Q разделить на 3. Ну, Q как мы можем найти? Состоятельная сила равна произведению интенсивности нагрузки на линию действия. Значит, это 1,5. А вместо Q это у нас будет интенсивность нагрузки Q маленькая. Линия действия 3. Смотри. Здесь минус не забудем. Будет минус 1,5Q. Ну, и подставляем сюда. XA равняется минус P1 космус альфа минус XC XA равняется минус P1 космус альфа плюс 1,5Q. Вот ответ. Когда вы решаете задачи в общем виде, то нужно смотреть, чтобы ваш ответ был выражен в тех величинах, которые заданы. Вот у нас заданы P1, угол альфа, Q. Поэтому ответ мы получили ровно в тех же величинах. Если бы были даны цифры, мы бы их подставили и получили числовой ответ. Следующая задача. Тоже надо найти горизонтальную составляющую. То есть нужно найти XA. Эта задачка уже сложнее. Сложнее. Сейчас вы увидите. Начнем с того, что освободим нашу конструкцию от связей. Опора A и опора B это цилиндрические неподвижные шарниры. Значит, что у нас будет? Y, XA YB, XB Ну а теперь разделим эту систему на две части. Вот у нас шарнир С. По шарниру С мы разделили. Показываем реакции. Y, XA YB, XB и реакции шарнира. YC, XC XC, YC Ну вот в таких задачах нам ничего не остается делать, кроме как составлять шесть уравнений равновесия отдельно для части АС отдельно для части СБ. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Рассмотрим равновесие части АС. Составим уравнение равновесия. Проект сновой с X Y и уравнение моментов, предположим, относительно шарнира С. ойси X и Y возьмем таким образом. Значит, проекция на ойси X будет XA плюс P1 плюс XC равняется 0. Пометим это в первый уровень. на ось Y Y минус вот с остроточная нагрузка действия распределенной нагрузки, но я вот так вот в центре тяжести приложу, примерно вот здесь, и напишу 3Q линия действия у нас 3 метра, интенсивность Q сразу выражу в тех величинах, которые даны. Значит, будет минус 3Q плюс YC и относительно точки С это будет у нас правило знака вот XA на 2,5 минус 3Y 4K плюс 1,5 P1 а понимаете, почему 1,5 2,5 минус 1 будет 1,5 и плюс состроточная сила действия распределенной нагрузки. сила у нас 3Q плечо 1,5 равняется 0. Второе уравнение 3. Ну и составим для части CB. Значит, здесь будет у нас сумма всех сил проекции на оси X равна 0. На оси Y равна 0. Сумму момента возьмем, например, относительно точки С. Ну, давайте посмотрим, что будет. Систему координат мы не меняем. X и Y оставляем так же. Значит, проекция на оси X будет минус XC плюс XB минус P2 синус альфа. Минус P2 синус альфа подняется 0. На оси Y минус YC плюс YB минус P2 координат альфа равняется 0. И сумму моментов правила знака вот у нас. Поехали. Момент со знаком плюс 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 2 YB плюс 2,5 XB минус 4 P2 косинус альфа. Минус 4 P2 косинус альфа равняется 0. Потому что сила P2 синус альфа вот она будет. P2 синус альфа она создавать момент относительно точки C не будет. Потому что линия действия проходит через точку C. Но я ее и удалю сейчас. Давайте пронумеруем уравнение 4,5,6 Ну давайте. Нам нужно найти напомню XA Значит откуда мы найдем XA Из первого уравнения XA будет равняться минус XC минус P1 Теперь посмотрите нам нужно выразить XC откуда мы можем выразить XC мы можем выразить если вот так вот посмотрим на уравнение можем выразить из четвертого уравнения и шуми с четвертого XC сразу я выражу чему будет равняться будет XB минус P2 синус альфа Ну и чтобы нам не запутаться такой лайфхак как от преподавателя давайте мы сейчас сразу XC подставим в наше уравнение значит в итоге XA у нас равняется чему вместо XC подставляем то что мы выразили с четвертого будет не забудем знаки изменить уравнение минус XB плюс P2 синус альфа и остается что у нас минус P1 минус P1 то есть мы поставили вот в это уравнение давайте мы будем выделять важное уравнение дальше нам надо выразить XB XB откуда выразим XB мы например можем выразить из шестого уравнения пишем из шестого из шестого ну сразу выразим XB что у нас будет будет минус M минус 2 YB плюс 4 P2 по синус альфа делить на сколько на коэффициент при XB 2,5 ну и давайте подставим наше выделенное желтым уравнение чтобы нам не потерять ничего значит XA будет равняться минус XB меняем знак на противоположный все эти вот так вот сделаю значит будет M плюс 2 YB минус 4 P2 косинус альфа на 2,5 и остается плюс P2 синус альфа и минус P1 ну вот выделим это уравнение дальше нам надо откуда-то выразить YB YB откуда выразим а вот можем из 5 уравнение так начну из 5 давайте выразим YB YB будет равен YC плюс P2 косинус альфа плюс P2 косинус альфа подставим наше желтое выделенное уравнение сюда XA будет равняться M тут я сразу скобочки раскрою плюс 2YC и плюс 2P2 косинус альфа потом минус 4P2 косинус альфа остается 2,5 и остается плюс P2 синус альфа минус P1 ну давайте преобразуем значит XA будет равняться к чему M плюс 2YC 2P2 косинус альфа минус 4P2 косинус альфа будет минус 2P2 косинус альфа 2,5 плюс P2 синус альфа минус P1 выделим теперь у нас в этом уравнении содержится YC которое нам откуда-то надо тоже выразить давайте посмотрим на 6 уравнений YC откуда мы найдем да вот из второго можем выразить давайте вот тут справа буду писать из второго то у нас будет выразим YC YC будет равняться 3Q минус YK ну давайте подставим наше выделенное желтым уравнение значит что у нас будет XA равняется M плюс 2 посмотрите YC значит я умножу сразу будет плюс 6Q потом минус 2YA и остается минус 2P2 плюс 2P2 альфа на 2,5 плюс P2 минус P1 теперь в этом уравнении содержится YK которое нам тоже надо откуда-то выразить посмотрите откуда мы выразим YK вот третье уравнение третье уравнение видите связь у нас между YK и XA посмотрите что мы сделаем значит из третьего уравнения из третьего уравнения что мы найдем мы выразим YK YK равняется разделим все на 3 и все что не содержит YK принесем в правую часть знаки изменив на противоположные минус 2,5 XA минус 1,5 P1 минус 4,5 Q а теперь все подставим наше уравнение значит XA будет равняться давайте M плюс 6 Q минус 2 смотрите а вместо YK я подставлю вот эту дробь значит будет минус 2,5 XA минус 1,5 P1 минус 4,5 Q делить на 3 что у нас еще остается минус 2 P2 починус альфа делить на 2,5 и остается еще плюс P2 починус альфа минус P1 давайте посмотрим умножим обе части на 2,5 что у нас будет 2,5 XA равняется M плюс 6 Q и давайте здесь мы сразу умножим умножим минус на минус даст нам плюс сразу умножим двоечку будет 1,67 1,67 XA потом минус минус P1 потом будет плюс 3 Q минус 2 P2 починус альфа на 2,5 мы умножили и здесь не забудем плюс 2,5 P2 синус альфа минус 2,5 P1 ну и что мы можем отсюда найти вот у нас XA посмотрите содержится здесь и здесь отсюда все возможно найти предлагаю вам самим выразить XA из этого уравнения в этом уравнении содержится только XA и все внешние нагрузки которые нам заданы по условию это момент интенсивность нагрузки P1 P2 и угол альфа вот такие задачи а я благодарю вас за внимание до новых встреч пока пока он Продолжение следует...